Как сделать джин-корзину на простом аппарате? Всем привет! Вы на канале Мужское Хобби и сегодня я вам расскажу о том, как можно сделать джин-корзину на обычном аппарате, либо на неразборной колонне, либо на прямоточном аппарате, ну в общем на дешевых аппаратах, которые есть у многих. Как правило, перед всеми купившими самогонный аппарат потом возникает вопрос, как сделать ароматную водку, джин, мацераты, то есть что-то более интересное, чем обычный простой самогон. Поэтому всем хочется, и все слышали, о джин-корзине. Но не во все аппараты ее можно поставить, и из-за этого я пошел по более простому пути, и более дешевому я себе ее сам сделал. Сделал, делается она вот из такого простого ситечка, только ситечка нужно побольше по размеру, потому что здесь она, я вам для примера показал, маленькая. Подбираете ситечка, чтобы было больше по размеру, чем горловина куба. Я сейчас объясню почему, потому что, когда вы отогнете вот это вот крепление этого ситечка, вытащите саму сетку, получится вот такая вот ситка. Нужно, чтобы она у вас не проваливалась в горловине, а была больше. Когда она у вас по размеру больше, чем горловина куба, она получается вот так. Соответственно, когда вы его туда прижмете, ее поставите, она углубится и делает еще больший объем под засыпь, с которой вы хотите делать, и краешком вот этим прижимается прокладкой и закручивается. Я не стал обрезать поровнее, не стал делать у нее ободок, чтобы подвешивать, поскольку этот такой вариант, он временный и для пробы. Но мне он понравился, у нас, как правило, нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому я ее периодически пользуюсь. И как, что получается, я вам потом покажу. Получается вполне достойный джин, получаются хорошие, насыщенные ароматом напитки на цитрусовых, на яблоках, в общем-то, на чем захотите, что вам понравилось. Поэтому дел здесь рублей на 150, делается это быстро, и для пробы, я думаю, всем подойдет. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, дальше будет много еще интересного. Всем пока!